Сегодня в Ингушетии, в городе Карабулак, погибло шесть молодых ребят, местных жителей. По крайней мере, об этом количестве погибших нам сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета Всероссийского. В начале твоей истории с кадыровцами кому-то не понравилась твоя борода. Что значит правильная и неправильная борода? Так, а что изменилось после твоих видео? Какого прогресса ты достиг? Максимум, ты высказываешься тут как у психолога о наболевшем. В чем смысл всего, что ты делаешь? Сегодня в Ингушетии, в городе Карабулак, погибло шесть молодых ребят, местных жителей. По крайней мере, об этом количестве погибших нам сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета Всероссийского. У них по регионам есть свои оперативные штабы. В общем, с вчерашнего вечера шел бой до сегодняшнего утра. Ребята, видимо, оборонялись. У них было чем обороняться. Они укрепились в квартире. И до утра шел бой. И уже утром этот Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что якобы уничтожено шесть террористов членов группировки ИГИЛ. Но, помимо их слов, нет никаких вообще свидетельств того, чтобы эти ребята имели какое-то отношение к этой террористической группировке или вообще какой-либо террористической группировке в этом мире. То есть ничего, кроме того, что российские власти их в этом обвиняют, мы больше никаких свидетельств не имеем. Поэтому мы, конечно, это не принимаем. Понятно, что Россия будет кого угодно, в чем угодно обвинять. Ведь, в принципе, даже я, сидящий здесь сейчас, проводящий эфир, обвинен Россией в том, что я террорист. На меня официально возбуждено уголовное дело по статье 205. Это призывы к террористической деятельности. Поэтому, конечно, мы таким обвинениям российским не верим. И, судя по информации, кстати, вот имена этих погибших ребят, они не озвучены этим антидеррористическим комитетом. По крайней мере, не были. Может быть, сейчас перед эфиром буквально они что-то где-то, может, озвучили. Но я, по крайней мере, проверял, не видел, чтобы их имена официально назывались. Но есть повод считать, что среди убитых был Амирхан Гуражев и Адам Аздоев. Это два парня, которые обвинялись российскими силовиками в том, что они в прошлом году совершили нападение на пост ДПС, находящийся на границе Ингушетии и Осетии. И там было несколько убито. Потом еще кого-то задерживали. Но, в общем, вот эти два имени, они фигурировали, как типа скрылись. Нам за них объявляли вознаграждение. Сначала 3 миллиона рублей, потом подняли до 5 миллионов рублей. Потом заставляли родственников этих ребят обращаться к ним. Там мать посадили, записали на видео, что она, значит, обращалась, типа, приди, сдайся. В общем, такая резонансная была история. Эти два имени звучали в прошлом году. И вот сейчас есть основания полагать, что среди убитых были и эти два человека. Ну, возможно, позже они официально подтвердят это, назовут имена. В общем, подождем. Как бы там ни было, это тоже печальное известие для нас. И я выражаю слова соболезнования родным и близким. Аллаха гештуй, Аллах дейкалбольм, ахэллам болважри, целя гергочна, Аллаха иманс собрлой. Да помилует их Всевышний Аллах. В начале твоей истории с кадыровцами кому-то не понравилась твоя борода. Что значит правильная и неправильная борода? После этого много воды утекло. И сейчас борода в Чечне стала наоборот каким-то мейнстримом. Даже модой какой-то. Все теперь ее носят. И сейчас сложно, наверное, сказать, какая борода там будет неправильная. Но на тот момент любая борода, в принципе, которая растет не на лице кадыровца, она была неправильной. Но плюс к тому, если у тебя еще сама борода была такая редкая, у меня тогда была борода редкая, это считалось, ну, для кадыровцев это выглядело как, как будто бы ты теребишь их рану. Это им напоминало времена свободной Чечении, когда у нас были жамааты. И, как правило, в этих жамаатах были молодые ребята всегда. И эти молодые, ну, у молодых ребят обычно редкие бывают бороды. И они носили эти редкие бороды. И, в общем, видимо, это напоминало им об этих временах, о временах, когда их опускали, унижали, когда они боялись высовываться из своих домов, из своих сел. И, по всей видимости, вот такая борода, именно это они имели в виду, наверное, под неправильной бородой. В общем, психологическая травма, как бывает, тебя в детстве что-то напугалось, или, там, тебя угнетали где-то в школе, у тебя такая психологическая травма получилась, и ты потом вырастаешь, и эта травма тебя постоянно преследует. Это сейчас стало модно, там, с психотерапевтами прорабатывать травмы. Раньше же этого не было. И представьте, человек, который с такими травмами жил, рос, а потом, раз, у него невероятные возможности появились, и он начинает, во-первых, эти травмы, они его триггерят, он пытается с ними по-своему как-то бороться, ну и плюс придумывать всевозможные небылицы. Допустим, как такой человек, его, как выявить, да, что именно, чего именно он боялся, что именно являлось его травмами. Он начинает именно о них говорить и пытаться над ними как-то возвышаться. И вот эта вот история, допустим, про Бараева, что Кадыров где-то там, значит, на рынке столкнулся с Бараевым, Бараев якобы там ушел другой дорогой, чтобы с ним не пересечься, и что он там куда-то приехал, Бараев увидел, что он приехал, ушел. То есть, почему он называет имя Бараева снова и снова, и пытается, ну, придумывать историю, что Бараева он напугал? Потому что ровно все было наоборот, он как бы рос с постоянным страхом перед Бараевым. Потому что, ну, тот был очень дерзким парнем, да, Бараев, допомнил, у тебя все вышло. И он как бы, и он его боялся пересечься с ним где-то. Он постоянно слышал эти истории, что Бараев там кого-то, здесь кого-то, там, в общем, он это постоянно, а в республике это имя гремело тогда. И вот он жил с этим страхом, это его психологическая травма, которая его преследует до сих пор, и он поэтому рассказывает, во-первых, ну, врет про Бараева, говоря, что он его напугал, якобы Бараева боялся. То есть, это его методика борьбы со своими психологическими травмами, со своими страхами. Таким образом, он, типа, он думает, что он решает эти вопросы, он перебаривает свои страхи. Вот я думаю, с этими Бородами, наверное, то же самое было. Так, а что изменилось после твоих видео, какого прогресса ты достиг? Максимум, ты высказываешься тут, как у психолога о наболевшем. В чем смысл всего, что ты делаешь, что изменил, ты задумывался о таком? Да, конечно, задумывался и частенько задумываюсь. Но изначально, если мы говорим о том, что ты изменил, то не нужно даже ждать, что какими-то там роликами, какими-то высказываниями ты можешь что-то глобально изменить. Никогда ничего глобального изменить словами невозможно. Но если мы говорим о сознании каких-то людей, то вот да, здесь ты можешь это менять, и это, конечно же, происходит. И я не буду здесь сейчас рассказывать о том, что я изменил, потому что это будет выглядеть как хвостовство. Но если бы я не видел результаты своей деятельности, я бы, конечно, этим не занимался. И в целом, если кто-то не говорит правды, а не говорит из слов истины, если льется только ложь, то постепенно эта ложь начинает восприниматься как правда. И во многом очень важно даже такие истории, как я распугал 1500 боевиков, участвовал в тысячах боев в окопах, ночевал. И, в общем, такие вот истории, которые рассказывает, допустим, явно лжет человек, важно, чтобы ему кто-то отвечал, чтобы эту ложь опровергал, потому что иначе, если никто на эту ложь не отвечает, никто не говорит, что это ложь, то она в конечном итоге воспринимается как правда. Это такое правило жизни. Любой лжи нужно противопоставлять какую-то правду. Поэтому в этом смысле говорить эту правду очень важно. Ну и я скажу, результат деятельности, есть ли он, на этот вопрос очень легко ответить, если просто посмотреть назад, когда я начинал где-то в 16-17 году, посмотреть, каково было поле вообще людей, говорящих что-то против режима, и посмотреть сегодня на это поле. Это все-таки хороший результат. Если бы тогда, допустим, я, там, какие-то единицы людей, таких, как я, что-то не высказывали бы, то сегодня тоже не было бы людей в массе своей что-то высказывающее, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok